Здравствуйте, друзья! В этом ролике я расскажу вам, как установить виджеты в Windows 8. Как вы знаете, виджеты первый раз впервые появились в Windows 7 и после этого исчезли. То есть в Windows 8 их абсолютно не было. Это такие небольшие визуальные программки. Но вот как в данном случае вот здесь вот показаны, к сожалению, здесь только часы, температура. Иногда это проигрыватель, YouTube, быстрый обзор, ну и так далее, так далее. Вот поиск даже в Google есть, часы, ну тут в основном предоставлены часы. Значит, и сегодня я расскажу, как в Windows 8 установить уже вот такие вот виджеты, а в некотором случае их называют гаджеты. Соответственно, для этого вот ссылку на данный сайт я, естественно, укажу в описании к данному ролику. Для этого необходимо будет зайти на сайт, вот этот, 7Gadgets. И тут есть две программы. Сразу же скажу, что вторая почему-то у меня не установилась, тогда как первая без проблем установилась, стала и так далее. Значит, она у меня уже установлена. Я думаю, у вас не будет никаких проблем просто нажать по ссылке и скачать и установить ее. Весит она 19 мегабайт. Вот, я думаю, это вы справитесь. Итак, сразу же скажу тоже особенность. Я вот когда ее тестил, установил, и у меня сразу же справа тут появилась синяя вот такая полоска, и там был один гаджет, и можно было добавлять гаджеты и так далее, убавлять. Я ее удалил, естественно, просто нажав правой кнопкой и убрать там, удалить правую полоску. Теперь, ну, потом я задался вопрос, а как же искать, собственно, эту программу? 7Gadgets, просто ввожу 7GA, и вот здесь вот 7PackTools есть такая штука. И выбираем кнопочку All Gadgets. И вот здесь уже, собственно, можем выбирать, какие гаджеты нам необходимы. Тут всего 3 страницы. Раз, два, три. И выбирайте самую лучшую. Допустим, индикатор центрального процессора. Кидаем. Можно сделать побольше. И, соответственно, видно, сколько центрального процессора и оперативной памяти съедено. Допустим, если вы не понимаете, почему все тормозит, можете увидеть, что у вас забит весь процессор. Посмотреть, нажать Ctrl-Shift-Escape, посмотреть, что, собственно, какое приложение больше всего есть. Вот, можно нажать вверх, да, и увидеть. То есть, это Java Platform или Torrent. Вот, кстати, интересно, почему Torrent? У меня там все отключено, а есть 4,5 процессора. Непонятно. Я ничего не раздаю. Это, конечно, немного странно. Вот, заодно и вот выключу его. Вот. Соответственно, доставлю... Ну, давайте проверим гаджет погоды. Не удалось подключиться к службе. Ну, к сожалению, да. То есть, ну ладно. Или вот такие часы. Часы хорошо работают, красиво выглядят. Вот, можно настроить, зайти в настройки и поменять стиль. Всего 8 стилей. Какие-нибудь оригинальные сейчас. Ну, почему бы таких? Достаточно оригинальные часы, на мой взгляд. Далее. Ну, естественно, это Volume Control для тех, кому интересно. Потом, календарь очень популярный. Вот, можно делать его даже побольше вот так. Очень популярный Windows 7, на мой взгляд. Потом, что у нас еще? System Monitor. Ну, давайте проверим System Monitor. Так, просто как процессор. Так, так, так. О! Долго загружался. И все-таки... Вот, показывает конкретно, что у меня AMD. Сколько, какое ядро занято. Ну, это достаточно интересно. Причем, на графике отражается каждое ядро. То есть, каждое ядро своим светом подсвечивается. Потом оперативная память. Даже название процессора указывается. Ну, вообще супер, на мой взгляд. Так, далее. Посмотрим, что есть далее в гаджетах у нас здесь. Так, так, так. Hard Disk. Ну, давайте проверим, что это такое. Диск из Note Running. Ну, ладно, не работает. Ну, что же делать? Глаз, календарь. Интересно, а это что такое 7CB Bar? А, вот! Это вот то, что у меня и было. У вас должна была бы появиться. Тут можно добавлять вот гаджеты. Вот. Если добавляю, всплывает вот такое окно. Но я его закрыл. Значит, закрыть 7CB Bar. Вот. Потому что такая полоска справа, на мой взгляд, ну, абсолютно не нужна. Ну-ка, драйвер, инфо. Будет ли... О, да! Жесткий диск. Почему-то показывает только диск C. Давайте зайдем в настройки. Диск C. Backgrounds. А, это, значит, подсветка, внешний вид. Так, ну, ладно. Пускай будет. Хотя, все равно, посмотрю потом, можно ли настроить, чтобы два жестких диска было. Так, давайте проверим. Это может погода будет работать. Lange Mark. Интересно, что такое. Lange Mark. Lange Mark. Это, наверное, это Германия где-то. Lange Mark, если так судить. Ну, вот, собственно, и все, друзья. Я думал, что... Я думаю, что логику вы поняли. Что вот такие вот гаджеты замечательные. Вот есть даже YouTube. Но я уже его открывал и не понимаю, почему он показывает почему-то популярные ролики в Америке. Американские на английском языке, а не на русском. Для меня не очень приятно, поэтому я его удаляю. Ну, вот, собственно, и все. Вот гаджеты наши возвращаются с Windows 7 в Windows 8. Даже Windows 8.1 работает. И я думаю, что это достаточно классно. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго. До свидания.